Продолжение следует... 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 В этом году в Киеве Киев, которые в Киеве Привил по праву Борезна Фортец Привил по праву Слабисцем в Киеве 12 человек В Киеве Привил по праву Ваши два трапевти Вот этот двор туда посадили на часть этого обояня, где назвал 12 дворец, где там тоже был внутренний дворец. До нашего часа, до нашего боячей памяти, сбереглося три дворца, а сейчас осталось два дворца. Да, там его и мы их делим. Итак, это Козацкая гора, Козацкое озеро, Клизькая гора, Козацкая гора, Козацкая гора, Козацкая гора. Домашь, могу я оформить, что они Riley. Козацкая гора, который на своей армии выге Иоанта, Как вы точно? Как вы точно? В сделанной круг. Она сдала их, написала, за это хрень. Он пришёл, их оточили. И они четыре дня в этих хаках нестрелили. Но кто стрелял, кто сирли. Кто сдался. Не бросал вас. Они не спали этих четыре. Четыре дня точился. Они так и не сдались. Потом большевики увидели, что они сдаваться, как они не спираются. Здесь очень любили маркметы, которые сравнивали с землей. Такой тут один из боев. Когда было Козацкое озеро, то из Березного он втекал. За ним была большая погоня. Он втекал и пришел к хату. За ним бегла маленькая собачка. Он, как козаки сделали, прийдет к озеру, соломинку вырвал и дыхал. Но собака бегала по березу. НКВД оточило озеро, но понятно, что собака тут означает озеро. И они кидали гранаты, стреляли, пока его не убили. Это еще одна история. Далее там была три из четырех первых. Было четыре человека. Криевку, которые тоже с радостью узнали, было не было. Мы сняли Люка и сказали, что «Хлопцы, власть». Просили, говорили, что нет. Но в этом году уже 50-м году это означало, что они, кто-то живет, они все будут берет. Это означает всю родину выселять на Сибирь. Чтобы их не выселали, то все. Они, кто-то из этого списка, что тут происходило. В последнюю историю расскажу. В последний раз в этом городе были стрелы, когда была на этом городе кровь. Это уже в 1956 году. Уже перестали стрелять. Одинокие повстанцы. Уже не было ничего не было. У нас такие агентации. Уже тут уже с той хати. Такий залишився охлаждение. У меня один повстанец. У нас все довольно легкий. У меня лис из Балашевки рода. Последний раз ловил Березновский глава полгоспа. Поляк по национальности. И два стрелки. Это зрадники, которые ловили наши франции. И этот голова Колосс выехал. И до него увидел, что рыбак сидит. Они до него сюда приезжали. Почали его катить. Кинули руку и пошел. А, это значит Бандера. Это сам Голуб. Там и премия. Медаль там все. И еще после шестого матча. Это уже легкий. И они их были на конях. Они их начали догонять. И отрезали по шляху. И он выскочил на вышки. И он тут стрелял. Ну вот. И выскочил на вышки. И грабрину собою пить. Они пошли до другой хаты. Взяли грабрину. О, Бандеровцы. З дамо по медалю. Там Огорица. Все дела. Короче, представили. Они начали полазать. Это и голова Колосса. Полазать. И шмайсер на этот матч. Живот. И еще потом. Те, в домом. Одну пару раз. Стельно. В одном. Те двое текли. А от этого голову. Колосса на сперед. Это был 56-3 год. Это последний раз. И когда тут была кровь. На этом месте. И самое главное. Что это вояк. Украинской армии. Не был взломлен. И он всю жизнь. Продинка. И когда он после этого. В них текли. И он себе за автоматом. И его уже шукали. Шукали. И так и не нашли. Тут было столько тысячи народу. Солдат. Настяло. Цепочки. Прочесу. Потом уже в 60-х годах его бачили. Там на боряках. В Китоваре. Потом в Криму десь на ковунах. Короче. Так он нормально прожив. Короче. Он был нескорен. Так и остался нескорен. Вы прослушали. Так. Запитаний нет. Иди, шановые участники турнира. Запрошуем вас на поле. Так. Ты дивися мені влог нечайно. Не так. А я тут ничего не знаю. Ой боже боже. А я же в фильмах сейчас. Мериканских. Почекай. 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 Вы тут еще. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Тихо. Для вас пошли. Ух! Результатами мы пришли в финал, то есть третье место заняла Украинская народная молодь, представитель команды. Витаем! Нагороджение также проводит глава Украинской народной партии и миссии организации. Третье место, это вам львовчик и грамотный препятствий, это вам тоже, 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 на команду, и это вам тоже на команду, правда, рассунулись? И в первом месте витаем команду молодого руха Ривенщины, представители, можете поаплодовать? Поаплодовать, витаем, это ваша грамота, ваша и альбомчик ваш тоже. Також в особистому залику перемогли у нас, так, в особистому залику третье место заняла у нас Цепан Оксана Юрьевна. Витаем, так, почекай, 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 все ж мы с тобой, еще одну грамоту и тебе на память грамочка. Другое место в нас занял Фурцяк Юрий Володимирович. Витаем, все тебе, все тебе и тебе тоже. И первое место занял представитель молодого руха Ривенщины Горбачук Виталий Федорович. Виталий Фурцяк Юрий Володимирович. Так, хлопці, еще раз не хвилюйтесь, будет проходить у нас другий и третий турнир. Так что старайтесь, это игра, это удача, кому повезло, кому не совсем. На будущее кто-то потолонует кому-то больше. Так что я думаю, все, согласно результатам, нет никаких суперечек. Витания есть? Давайте. Куда? Все, дякую вам за... Официйная часть закрыта. Дякую вам за участь у турнири. На цьому у нас, так сказать, официйная частина закрыта. И на конец мы хотели еще вам рассказать, оскільки наш турнир, он будет проходить и проходить, и сколько лет, я думаю, очень-очень много будет проходить, оскільки он уже стал традиционным, оскільки он уже другий у нас. У нас будет и третий, и четвертый, и далее, и далее. Присядем он Тарасу Бульби Бороцю. И на конец я бы хотел, чтобы Володимир вам дещо рассказал про нашего героя Украины. Можно? Друзья... Тихонько, тихонько, тихонько. Все, эмоции потянут. Тарас Бульби Боровец. Тарас Бульби Боровец наш земляк. Самое основное, что вы должны всегда знать. Он родился в 1908 году, 8 березня 1908 года. В нашем районе, в селе Бистрич. Так случилось, что есть две ситуации. Народжение УПА. Галичины, как некоторые говорят. Но, правда, первый, кто в Второй святой войне за украинскую сторону поднял оружие, это как раз наши хлопцы из нашего района. Оттаман их был Бульби Боровец. И круг него, какая команда собралась, это 10 тысяч народов. И не народов, а озброяных, вояков, вишколяных, которые гнали всех недобитков червоной армии, аж брендские леси витеснили. Это как раз были самыми на всю страну, самые большие герои, самые большие, самые первые, которые осмыслили, кто их враг. После того, как с недобитками червоной армии Бульба Боровец разобрался, после того, он пошел против немцев. Так, как в тот же время належало. После немцев были еще стычки с поляками. Но произошло так, что Бульба Боровец никогда не требовал лишних людей около себя. Если он хотел сделать операцию около Шепетилки, он не тянул из Людвипольского, из Березьевского района до Шепетилки своих людей. Он шел туда, мобилизовывал там мирных людей, делал там операцию, снова их распускал, и шел туда назад на Людвипольщину. Когда часть Абульбовцев перейшла до Бандеревцев, Абульба решила, что только регулярная армия может дать в Украине волю. Он пошел к немцев на переговоры, так как он считал немцев крепкими, но не крепкими за Радянский Союз. Он пошел до них просить оружие, а немцы за то, что он раньше против них воювали, его просто закрили разом з Бандерою, в одном таборі з Бандерою, з Мельником. И в конце 43-го он пошел на переговоры с немцем, и там его закрили, и он сидел до сечня 45-го. Я бы хотел бы сказать еще несколько слов, вспомнить наш спонсора, который нам помогал, Пилипчука Юрия Петровича, Прус Людмилу Петровичу и Федеса Виктора Васильевича. В принципе, постейник… … Еще есть спонсор района Рада. Голова района Ради, Вась-Вась. Не зависит. Жителю… Також нам, так сказать, финансово подпитывала Организационная рада молодежной организации, яка створена при отделе о справах семьи и молодости. Да и фактически все. Сейчас, друзья, хвилинку. Официально часть закончена. Теперь мы можем поговорить, поспелковаться. Это уже не официально. Вмаганию, присвященному Тарасу Бульбе Боровцю, наши тричи. Слава, слава, слава! Очень! День на разы, иди. Так, ну все, расходимся, седаем где-то в круг, поспеваем. Все, что можно будет. Приехали. Там, где цветет синяя поворот, Симый круг та белая и волка, Станусь братом, Тоби, сестрою. Мы пидемо всі. Мы пидемо всі. Найдемо всі. Мы пидемо всі. Найдемо всі. Нужно мне снимать. Посуму, ты чекай. Наблю снимать. Возьми так, возможно. С пуза. Ну возьми. Возьми. Возьми пуза. Бачите, потом будешь смотреть. Стоп, 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 стоп. А еще раз. С языком. Зарай. Обвинь. О, все. Еще в Киеве. А ты боишься, что мы не заняли первое место? Нет, мне... Нет, но в Киеве. Нормально, да? А кто нас палил? Витя? Виде? Да. Лопатки немай. В машине. Где идти? Чує ты? Лешав. Я ця пашу. Балан. Субтитры сделал DimaTorzok